Всем привет дорогие мои друзья, с вами Зерату, и в этом видео мы поговорим о герое танки из вселенной Варкрафт Мураддине. Мураддин это настоящий воин, он просто обожает всяческие заварушки, и что можно сказать точно, это то, что он всегда окажется в этих заварушках победителем. Кому какое дело до его роста, когда он расправляется с рогами один за другим. Одно присутствие этого бронзоборода сразу же дает огромный перевес тем, на чьей он в стороне. Его тяжело поймать, против него крайне тяжело сражаться, и его просто нереально тяжело убить. Но при всем при этом, он очень простой герой, освоить которого сможет даже новичок. Посмотрим, как Мураддин танцует. Какая у него провокация. И как он возвращается на базу. Поговорим более подробно о его способностях. Мураддин может использовать транспорт для перемещения. Его пассивное умение это второе дыхание. Оно восполняет небольшое количество здоровья в секунду, если Мураддин не получал урон в течение 4 секунд. Когда у него остается менее 40% здоровья, скорость восполнения увеличивается. Способность Мураддина «Грозовой молот» наносит небольшой лук. Урон на прямой линии первому противнику, в которого попадает и оглушает его. Миньоны тоже могут быть целью этой способности. Так что, когда вы пытаетесь оглушить противника возле них, цельтесь точнее. У этой способности есть еще и задача. А именно поразить героев 25 раз. Выполнив эту задачу, ваши автоатаки будут сокращать время восстановления Грозового молота. А он будет пронзать свою первую цель насквозь. Способность «Раскат грома» наносит маленький урон в области вокруг Мураддина. Но самое главное, что она замедляет скорость атаки и передвижения противников, что сильно поможет вам во многих ситуациях. Его способность «Дворфийский прыжок» позволяет Мураддину совершить прыжок в указанное место, нанося немного урона противникам в области поражения. При этом Мураддин получает броню на 2 секунды. Это отличная способность как для инициации сражения, так и для побега. Теперь можно поговорить о героических способностях. У Мураддина их две. Первая, она же Аватара, позволяет Мураддину на 20 секунд принять иной облик, в котором запас его здоровья значительно увеличивается. Вторая героическая способность Мураддина – «Ошеломляющий удар». Она оглушает вражеского героя, наносит ему значительное количество урона и отбрасывает его, нанося всем противникам, оказавшимся на пути урон и отбрасывая также и их в сторону. Первым билдом, о котором мы поговорим, будет билд в этакого агрессивного Мураддина. Играя таким билдом, вы сможете не только танковать урон, но и наносить его, что остудит пыл врагов и заставит их бояться вашего присутствия. Вторым билдом, о котором пойдет речь, будет билд, который стоит использовать, когда в команде противников много автоатакеров. Он позволит не просто выстоять под их натиском, но и заставит обратиться в бегство. Ну а третьим и последним билдом, будет билд внеубиваемого танка. Он позволит вам выстоять даже в самых тяжелых сражениях. Ну а теперь небольшой бонус. Я расскажу об одной фишке, которую я применяю, играя на Мураддине. Если вам, как и мне, понравится стиль агрессивного Мураддина, то вы можете провернуть неплохую комбинацию. А именно, вы можете прыгнуть за спину противника и использовать ошеломляющий удар, чтобы оттолкнуть его к вашим союзникам. Это позволит вам легко разобраться с ним. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно заходите на мой сервер Дискорд. Там всегда можно найти много полезной информации, и не только о Heroes of the Storm. Удачи вам в играх, и не только. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok